Детская площадка сделана, прилично. Сергей Петрович часто гуляет здесь с собачкой. Вид, благоустроенный в прошлом году территории, радует и мужчину, и питомца. И вообще деревянный корабль, скамейки, горка и качели по душе местным жителям. Конечно, по сравнению с тем, что было раньше и сделали, как сейчас, как бы все достаточно хорошо сделано, удобно, хороший асфальт, ровный, все красиво, благоустраивает, очень нравится. А буквально в 300 метрах иная картина. На территории на пересечении улиц диктатуры пролетариата и республики явно не сочетается с известным в народе цветочным кварталом неподалеку. И районные власти уже видят здесь благоустроенный уголок с одноименным названием. Осталось, чтобы люди за него проголосовали. Сквер предполагает, это и тропиночную сеть дорожки, это и посадку деревьев, это и малые архитектурные формы. На сегодня проводится рейтинговое голосование, по факту которых мы очень надеемся, что горожане проголосуют за данное место. За озеленение выступают и местные предприниматели. В основном это продавцы цветов. Новый сквер, говорят они, символично дополнит их бизнес. Глядишь, и клиентов прибавится. Мы только поддерживаем эту идею, за цветочный квартал, и готовы обновить фасады, то есть пойти навстречу администрации, остаться и работать. Сейчас в Красноярске уже идет благоустройство нескольких скверов по программе формирования комфортной городской среды. Некоторые из них тоже находятся в центре. На берегу Качи от Вимбаума-Добелинского вовсю кипит работа. В прошлом году жители Красноярска выбрали этот участок для благоустройства. Совсем скоро здесь появятся новые тротуары и освещение. Работы планируют завершить уже к концу лета. Проголосовать за место, где будет благоустроенный сквер, можно на сайте 24.городсреда. Победители определятся до 30 мая.